Доброго всем времени суток друзья! Москва, район не знаю, минус 26, открытая вода, с нами Дима, ручкой, с нами Алан. Никогда в жизни при таких экстремальных условиях я не ловил при открытой воде, но палку я с собой взял, вот это вайперочек 2,50 или 2,60 свой, 2,50 многострадальный, вернее, многоездивший со мной. Короче сейчас экипируемся, лично я взял даже этот самый балаклаву, потому что чувствую по такому морозу, вот будет весело, и попробую не что-нибудь поймать, а хотя бы получить новый опыт, во всяком случае я сто процентов, потому что минус 20 максимально платник форель, вот, а тут пожалуйста, это же Москва-река, да ребят, Москва-река, плавают утки, вот, а по берегу жизнь, значит кто-то их пытается еще стрелять, в общем не знаю, весело, светит солнце, хорошо, сейчас будем пробовать, чего будет не знаю, надеюсь увидите. Забросился я первый раз, голос у меня на развенился, я балаклаву надел, поскольку очень холодно, интересное ощущение, когда минус 26, вокруг тебя утки, вот, а ты ловишь спиннингов, я ребят попросил, говорю, ребят, ну сейчас тяжело, как бы с рыбой, если даже ничего не будет, для меня важно не рыбу поймать, а важно попробовать, как это в минус 26, плетеночку я вчера силиконкой обработал, Алан, ты обработал силиконом, да, вот, пока нормально, колечки обработал, в общем ощущения очень странные, первый раз в жизни, уже все по обмерзаху, не знаю, я пока повесил мандулку, сейчас может быть силикончик поставлю, я не знаю, где здесь бровки, где здесь чего, сейчас, наверное, силикончик поставлю, вот, единственное, очень странное ощущение, когда, вон, Димон вообще, черти, куда пошел, когда ловишь минус 26, снег, вот, слышите, хрустит, провалит, супер, и теплая вода, поменял я преманочку, как мне сказал Алан, мы находимся в 25 минутах, вот, в Красной площади, если пробок нет, вообще тут Москве я интересное для себя открытие сделал, то, что я раньше считал недалеко, в Москве недалеко, это как у меня очень далеко, вот, а то, что близко, ё-моё, короче говоря, вот такая вот песня, масштабы другие, но интересно, кстати, там у меня было, ну, как бы, несколько комментов, ой, сейчас попробую, если не упаду, в водичку зайду, когда я ещё при минус 26 в воде бы постоял, ну-ка, та ё-моё, вот, по поводу выставки, ребят, не знаю, как вам сказать, скажу, как есть, громадный павильон, камушки пошли, громадный, громадный, ну-моему, я уже садил одну приманочку, ну, видишь, ты уже от ноля ушёл, а я пока, пока только застрел это самое, влез в камни, притом, на первом забросе, да, я, наверное, сейчас перевязываться буду, короче, по выставке, почему так мало снял, много всего, но почти всё одинаковое, о, отцепился, отцепился, сейчас вот работаю плоской приманкой, от Андрея Макия, пытаюсь удивить рыбу, вот, ну, в принципе, вот, как бы, походил, потому что мне было интересно, во всех павильонах практически одно и то же, я веду по приманкам, иной раз видел такое, чего вообще, ну, как бы, не должно быть на такой громадной выставке, центральной, всероссийской и так далее, в общем, впечатления сложные, вот с ребятами встретился, очень интересно, просто увидел масштаб этой выставки, потому что то, что я видел раньше по ютубу, как бы, блогеры снимали, она выглядит совсем по-другому, когда ходишь сам среди этих павильонов, это немножко, ну, тоже опыт, да, скажем так, из этого делаю вывод, что выставки, ну, в наших постсоветских странах превращаются в ярмарки, то есть главное не показать новинку, главное продать, отбить деньги за аренду, как-то так, ну, мне во всяком случае показалось так, но масштаб, конечно, впечатлил крепко, очень сильно впечатлил масштаб, говорю серьезно, вот, большие стенды у больших производителей, там интересно, но все это я знаю, поэтому как-то, для меня вот было более интересно пообщаться с людьми, встретиться, это для меня гораздо интереснее, е-мое, даже силикон не помогает, на леске все равно подмерзает вода, она не становится колом, но, но, и вот сегодня с утра мы, вчера, вернее, еще созванивались, и я, ребята у меня спрашивали, ты готов, минус 27 и так далее, я говорю, пацаны, мне важно даже не рыбу поймать, не важно попробовать в таких условиях, это личный опыт, он, скажем так, непередаваемый, чем больше мест я разных посещаю, в разных странах, в разных местах нашей страны, другой страны, вот, в планах у меня большая поездка от Москвы, еще 900 километров, то есть сюда я тысячу отмахал, еще за 900 поеду, это незаменимый опыт, встречи с новыми людьми, очень тепло встречают, мне так нравится, спасибо большое всем, но это я отдельно видос сниму, потому что передать это невозможно, тяга такая крепкая, в общем, это вот такие впечатления у меня от выставки, поэтому больше видео не будет, потому что я практически не снимал, я встретился со знакомыми, встретился с новыми людьми, и это самое ценное, ну и опыт самого, как бы, масштаба выставки, вот это для меня было самое основное, вот, побросал уже по запросам 30, вот, Вадя, медверь, будешь смотреть, огромный тебе привет в Германию, он меня повозил по таким буреломным камням, научил отстреливать, он вообще мастер спорта и чемпион мира по отстрелам, то есть я уже 4 или 5 раз, вот там нашел каменную гряду, влетал, мне казалось, все, сейчас буду обрываться, ставить отводной, ставить дропшотовское грузило, не по методу Ваде, вот, как он меня в Голландии учил, и там на границе Германии, в Голландии звал, нарезал, в общем, Вадя, привет тебе, большое спасибо, так, начинаю понимать, ну, чего тут есть, чего нет, поменял 10 раз приманочки, ощущение очень странное, когда стоишь в воде, кстати, в районе 30 грамм, ой, пирог, сколько у меня, я уже забыл, 6.23, 6.23, отличная палка, нравится мне до ужаса, впервые на Кипре взял в руки и после того так и не выпустил, то есть мне иной раз хочется, уже на нее пойманы трофейные рыбы, она побывала в многих разных местах, половила разными приманками, колебалками-воблерами, джигом, ратлинами, то есть по ней у меня уже опытом не хочется еще и еще снять про ней, про нее видео, не знаю, ребят, если вам интересно, я, наверное, ну, мне бы хотелось поделиться, потому что реально палка, я от нее балдею, это в такой длине у меня пока одна единственная, береговой такой джиг, самый большой трофей это жерех, я не помню, или 74, или 77 сантиметров, то есть такой, я так думаю, за шестеру, одной рукой, очень тяжело его держать, для фото, нет, думал поклевочка, короче, интересно кому напишите, вообще балдею, минус 26, кому сказать не поверят, очень интересно, необычно, черт возьми, но я рад, так, Алан Батькович, я тебе скажу честно, мы тебя поздравляем, но завидуем сильно, но рыбка есть, вот она, московский окунь, 2018, на вестой сторочек, да, овсетничек, придется вязать, рыба есть, еще раз говорю, рыба есть, ловить надо уметь, вот, ладно, сейчас поставим что-нибудь окунячее, вот, так, уже не зря приехали, ребят, я уже счастлив, уже счастлив, я, этот самый, отводной, хотя крайне не люблю эту оснастку, оснастку из-за ее малой чувствительности, вот, но, поскольку рыбку очень хочется поймать, то я иду даже на такие жертвы, все-таки приехал за 1100 километров, вот, очень нахочется, очень нахочется, если даже по одной рыбке поймаем, я уже буду счастлив, при минус 26, это круто, при том приехали, мы просто нашли открытую воду, ни Дима здесь ни разу не был, ни Алан, вот, но, тем не менее, мы, мы это сделали, звук такой от катушки идет, катушечка, кстати говоря, дайва ниндзя, наверное, сниму скоро на нее обзорчик, вот, даже в минус 26 ее катаю, все-таки уже есть чего-то, хотя обзоров на нее куча, но, не знаю, если вам интересно, выскажу свое мнение, вон, вода, камни, минус 26, вот, ловим мы, наверное, еще минут 30-40, может, больше, не знаю, ладно, был еще тычок на паузе, я приманочки меняю, пытаюсь подобрать, обнаружил еще интересную такую картину, раньше, ну, я раньше не ловил просто так, поэтому я и не замечал, то есть, не плетня замерзает, а участок на плетне, когда делаешь паузу, не подматываешь, капельки не спадают с плетни, такой, ну, плетня не становится, как проволока, я надеюсь, что ловит зимой понимает меня, а просто на ней замерзшие капельки, так вот, трюк, сбросил, и все, очень интересная штука, я форель ловил, ну, минус 19, наверное, на платничке, вот, вот, вот идет, не знаю, если на камере видно, вот, видите, плетня не деревянная, раз их, это на паузе застывшие капельки, при том, что только что побрызгал силикончиком, силикончиком постоянно брызгаю, у меня пока, ну, подводной поводок, это такое, я его не люблю, не слышно вот этих микроскопических толчков, хотя здесь течение, здесь оно в натянутом положении, немножко легче, я теперь понимаю, почему в этих краях очень многие ловят отводные, потому что течение есть, вот, течение есть, уже натянутый поводок, и ты хотя бы понимаешь, вот, я оборвался, так, или срезала в камушке, пошел перевязывал, уже не знаю, как изгаляться, вот, ставлю последний аргумент, эксклюзивную, хендмейт костум рот, у меня в Голландии на нее хорошая щука клюнула, но тут такое дно, что я, в принципе, уже морально с ней мысленно попрощался, ну, а что делать, надо хоть, хоть гол престижа, если получится, потому как я сначала хотел просто опыта набраться, теперь уже понимаю, ну, или мне кажется, что я понимаю, что и как, тяжко ловить в таких условиях, особенно, когда ни разу не ловил, но пока, пока у нас плохо, у меня тоже, вот, все отмерзает, все промерзает, к тому же это будний день, у ребят свои дела, мне очень не хочется их задерживать, и так большое им спасибо за то, что организовали для меня эту рыбалку, поэтому обрывался уже раз в чем, но надежда умирает последний, оборвал я нахрен эту мандулу, сейчас пойду перевяжусь и подарю, по-моему, у меня там есть пару штук этих парням отдам, пока не пообрывал все, они хоть попробуют, как и чего, ну все, аминь, царство небесное, да, ушла, зацепил, ну а что делать, кому сейчас легко, вот, сейчас посмотрим, что тут у меня осталось, жалко, но вы еще на 1, ну ладно, я сейчас, а вот, вам, батькович, пока я не пообрывал все, на, это я тебе презентую, я тебе сейчас оскорблять начну, вот, у меня их осталось просто две штуки, пока их не пообрывал, не, да, лучше, как бы, я подарю хорошим людям и пусть пользуются, держи, Дима, я кажусь у нас, у Ниме, у Московии или Мазаш, так, перецепился, перевязался я в очередной раз, ну и, как говорит Асланчик, пора уже ныть, то есть сейчас буду пробовать на нытье, потому что, ну, ловить нам осталось, наверное, недолго, вот, очень хочется поймать, тоже, честно говоря, хоть забарить, хоть нечестно, хоть что-нибудь, потому как понимание, я все-таки, надеюсь, пришло, как это все делается, как это минус 26, люди ловят, вот, и хочется чего-то подержать, потому как в Москве это единственная рыбалка, вот больше у меня шансов не будет на открытой воде, будет еще форелька будет, и потом, как я уже говорил, 900 км, там, со льда, вот, ну, посмотрим, рассчитывал я, конечно, не так, не рассчитывал на такие морозы, вот, конец февраля, завтра последний день, начало, ух ты, вот, черт, либо поклевка, либо между двух камушков сразу, один, второй, вот, не, это камни возле берега, бьет по нервам, как, ну, да, это же не отводной, это джих, в общем, короче, аж душа в пятку ушла, рассчитывал я градусов на 15, и то, как мне говорили, ночью, днем будет полегче, а так оно не получилось, но все равно я просто очень доволен тем, новым опытом для себя, знакомством с людьми, очень все доброжелательно, очень доволен, скажу честно, ребята, всем спасибо, огромное спасибо за все, люди ради меня ломали свои дни, планы, это очень приятно, и очень ценно, пока еще не заканчиваем, вот, упираемся, как-то так, надо поныть, ни хрена не ловится, опять, не, это уже не нитье, это у меня сейчас матюки пойдут, ладно, ребят, попробую освободить, как получилось у меня, что я могу сказать, свой вклад в очистку реки, в экологию Москва-реки, я все-таки внес, какую-то хренопение вытянул, елы-палы всадил, ух, думал уже кирдык, опять идти перевязываться, вот чему я мало готов, так это к такому хламу, вот, ну, значит, еще есть шанс пару раз заброситься, пока оборвусь, ну, уже, по сути, пакет вытянул, так, что ж такое, ну, посмотрите, только не успел, фу-па, не знаю, мне показалась поклевка, ракушечка такая, или мелкий камушек, или опять мусор, пока я не слышу, что кто-то там головой трусил, не, наверное, таки не весь этот самый, твою мать, будем очищать, хоть это польза, он у меня уже две штуки в зачете, вот, две зачетные экологические хренопени, короче говоря, ух, практически на тот берег, фух, аж не рванул так, вот, когда несколько часов ждешь поклевку, и вдруг только дудум, нервы на пределе, еще, как бы, новое место, новый водоем, перевязался я в очередной раз, вернулся на то место, где у меня были ударчики, пришел ребята на том же месте, Лан говорит, у него тоже был конкретно четкий удар судака, ловим мы уже приблизительно, ну, три часа точно, может быть, четыре, уже, как бы, пятый час вечера, и, ну, у людей свои дела, повторюсь, рабочий день, я просто не могу злоупотреблять терпением и гостеприимством, поэтому до первого обрыва я, наверное, предложу прекратить прение и закрыть собрание, поскольку в рыбалке цена не рыба, как говорит мой знакомый Володя из Аждода, говорит, не завезли, то есть мы не в магазин приехали, никто не обещал, что будет как на черных камнях, рыбку поймали, пакеты поймали, главное с первого заброса не влететь, вот, опыт свой я получил, бог даст, это не последний раз я выбираюсь в эти края, потому что мне здесь интересно тоже порыбачить в этом году, не знаю, жизнь покажет, загадывать это, хочешь рассмешить бога, расскажи ему про свои планы, вот, вот, я уже сколько раз убеждался, и так оно и бывает, как только я чего-то там напланирую, налякаю, так обязательно чего-то, ну, хочется, как жизнь повернется, не знаю, ребят, тут все под богом ходим, только что был обидный сход, хорошая клевака, такая шпалка согнулась, и, ну, метр, наверное, не могу сказать, что, потому что головой не трусило, только давило, вот, и сошло, ну, уже, как говорится, я нащупал этот перекат, но уже ребятам пора собираться, не знаю, поймал еще одну майку, за Москву резкую, и в камни зашло, вот так хочется еще раз забросить, еще разок, еще разок, ооо, не, ребят, это была рыба, вот, е-мое, ух, как жалко, как жалко, как жалко, как жалко, все, ребятки, прекращаем прение, да, сворачиваемся, закрываем собрание, по итогу мы, конечно, в лидерах, с Димоном он два пакета вжарил, то есть экологию почистили, я два пакета майка, два схода, один алан у нас, только рыбу ловить умеет, ничего больше, ни пакетов, ничего, короче, не ожидал, несколько забросов и такой, ну, вот, последний, ну, заехать надо, как бы, ну, люди свои планы, в общем, не, вот еще чуть-чуть, вот, вот, все, обрыв, больше не это сам, вытянул, забрасываю поклевка, только камеру, сход, ну, в общем, короче, под конец подержал рыбу, уже приятно, нашел косу, там, ну, перекатик такой, в общем, в целом, все равно, отлично, эти самые впечатления, спасибо вам большое, ребятки, за то, что вывезли меня сюда, вот, вот, короче говоря, жалко, что единственная такая рыбалка, но, тем не менее, это опыт, это позитив, спасибо всем, если были с нами, ну, она есть такая, рыбы в этот раз не завезли, один алан у нас, ну, он по экологии не выступил, а мы по экологии, так что, всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok